Субтитры делал DimaTorzok Документалист, когда-то работал журналистом на Блокс Пополи, учился в Штатах, делает душевные социальные документальные фильмы. Ну да, ну да, скучный человек. Я же не шумный. Дима, за нами уже выехали. Журналист, блогер, автор канала за нами уже выехали. На мой взгляд, самый объективный и конструктивный журналист в казахстанском ютубе. Какой-то неадекватно продуктивный ютубер. Выпустил уже целых 8 видео, пока мы ели как закончили этот выпуск. Насчет Салем Сошел Медиа, короче, сейчас это самое, наверное... Не, не самое. Хотя нет, самое актуальное. Я могу еще сам с собой общаться. Вот. Короче, вчера еще Бржан в сторис там много чего рассказал. Теперь про Салем Сошел Медиа. Когда все это случилось, мы назначили встречу со всей большой командой Салема. Когда я пришел туда, я охуел от того количества блогеров, которые работают с Салемом. Нас действительно оказывается очень много. Некоторые, возможно, примут решение уходить. Некоторые останутся. Но большинство останутся. И как бы все вот эти вопросы, которые были в первую очередь у нас в голове, а не у вас, мы их там задавали. Просто, ну, мне было интересно, почему тот же самый Кана Бейсикеев, которому кто-то сказал, что будет создаваться приложение, из-за которого, бля, в Казахстане будет блокироваться интернет. Все, нахуй, у нас будет автономный интернет, будет только приложение вот это, iTunes, все будет там. Почему он, он как бы об этом знает, а мы, хотя он не работает с ними, а мы, блядь, люди, работающие с Салем Сошел, об этом не знаем. То есть у нас вопросов там было дохуя к ним. Первым и самым большим вопросом, который меня волновал, было про вот это самое приложение i2, которое, по мнению вот этих вот товарищей, заблокирует в стране все нахуй. У нас будет только это приложение, где будет все доступно, все остальное будет недоступно. И ребята на мой вопрос ответили коротко, нет, мы этого не делаем. Я слышал от местных блогеров, как приехал в Алматы, то, что у них была встреча, и они там, ну, внутренняя какая-то встреча и так далее. Они встречались с гендиром, еще там с кем-то, каким-то чуваком. Да, 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 да. То есть блогеров было на встрече. Ну, почти все, то есть кто связан с Салем, почти все были. Их оказывается много, практически каждый третий, 22-й мирный блогер, он каким-то образом связан. Ну, я обслужу, что он к нам. Не то, что связан, а есть контракт. Вот, давайте я сейчас доскажу. Тем, кто до конца не понимает, не разбирается, почему это прям такое недовольствие идет. Потому что есть своего рода площадка, где вайнеры, короче, сейчас снимают разные смешные вещи. Потом выходит какое-то приложение, куда вся эта площадка перемещается. После этого выходит альтернатива в плане Ютуба, Ватсапа и так далее в приложениях, то есть Айту, Айтюб и так далее. И закрывают Казахстан, делают суверенитет интернета и так далее. То есть внешние социальные сети, как Ютуб, Ватсап и так далее блокируются. Из-за этого многим страшно, непонятно. Ты сильно онтурировал, конечно, все. Нет, пока что это вот та информация, которая сейчас вот... Год назад же Салем просто так появился, да, и из ниоткуда. И начал приглашать блогеров на сотрудничество. Типа вначале, мол, какой слух шел. Типа бюджет из телеканалов переходит в интернет и хотят разкачать на интернет. Ну, как сами блогеры так это не объясняли. А, насчет этого тоже могу сказать. Все они, в основном, в Талент Соушел начинал так, сперва пассивно, спокойно. То есть они ко мне даже выходили со мной, предлагали, чтобы я снимал какие-то документалки для них. Но я тогда даже отказался не из-за того, что я думал. Просто отказался из-за того, что я не хотел снимать на чужой канал, потому что у меня уже есть, собственно, авторский Ютуб-канал. Вот. И уже, ну, сама история, что они выкупают Ютуб-каналы. Самый популярный на тот момент был Небраска, один из популярных. Выкупили каким-то образом Ирины Каратаны на тот момент. Выкупили канал Бикабризи. То есть, тогда зачем? Зачем этим рядом просто выкупать Ютуб-каналы? Для чего? И еще куча таких Ютуб-каналов они, в принципе, выкупили. Так, я думаю, есть будущего проекта в этом? Нет, я думаю, что максимум два года. Потом те люди, которые будут давать деньги, просто они не получат в итоге тот выхлоп, и они просто перестанут финансировать. Проблема в том, что мы вот сейчас за кадром обсуждали, что у нас с Кранатом абсолютно в одном русле мысли по поводу Саляма, и нам бы кого-нибудь из них в жертву взять, потому что у меня действительно тоже такие же мысли, что полгода-год примерно я бы примерно это присушил, потому что если посчитать, сколько бабла вкладывают в него, а в конце концов люди начнут считать деньги, которые вкладывают. И потом, и кто останется, будут так же видеться блогеров, и они останутся с носом. Беда в том, что, ну, мое субъективное мнение, я об этом тоже говорил в своих выпусках, что контент, он обязан быть органичным, то есть он может набрать аудиторию, он будет живой, только тогда, когда есть органика, когда тебя реально смотрят. Это потому, что тебе приходят сотни тысяч просмотров через таргетированную рекламу за счет каких-то кликбейтов, еще чего-нибудь, когда социальные сети сегодня позволяют наращивать аудиторию без рекламы, потому что YouTube, Instagram и все остальные – это очень гибкие площадки, которым выгодно, чтобы интересный контент продвигался дальше. Ты вызываешь какими-то вещами, и YouTube сам продвигает тебя, потому что он ставит туда рекламу. Это живые вещи. Сейчас мы с тем же Ильясом струбально общаемся в хороших отношениях в целом. То есть, но… Он же как раз представитель, да, в целом сейчас. Но проблема какая? То есть парень творческий, грамотный, интересный, доводный до креатива, посидит полгода, год, как мне кажется, на финансовой игле довольно серьезной, когда у него нет просто… Художник в неком смысле должен быть голодный. Сейчас он посидит год на игле, деньги закончатся, и пересобраться будет очень сложно. На мой взгляд, пересобраться будет очень сложно, потому что они кастрируют себя сейчас в плане креатива какого-то, и мое мнение, что будущего этого проекта нет, просто нет. Прикольно. Вот такая субъективная оценка. Что ты нам хотел сказать по поводу Салема? Ну-ка, давай защищай. Короче, в Казахстане нет альтернативы, правильно? Кто дает деньги творческим людям и так далее. Почему нет? Можно монетизировать любой проект, если ты просто умеешь немножко общаться с людьми. И они же зарабатывали, ладно, если бы они не зарабатывали. Нет, в смысле, сразу же… Прикол блогеров в том, что они все начали зарабатывать просто хорошо. Сразу же. Многие из них даже в универ, они пошли уже во время школы, начали зарабатывать. То есть, они… Это плохо? Ну, это просто другое время. Это не то, что плохо, это просто другое время, они уже не понимают, как… Ну, они привыкли к хорошим деньгам, понимаешь? И когда Салим предлагает еще больше, то есть, они, конечно же, соглашаются. И уже вопрос, откуда деньги, для чего это уже второе, третье. Их это, ну, мало кого это интересует. Смотришь, как живой пример, вот мы, да, мы тоже, типа, делаем контент в Ютубе и так далее, и, по идее, давно. Но ты не сразу начал зарабатывать. Мы, я тебе скажу, мы сейчас все еще не зарабатываем. Но, недавно, то, как нам этот первый рекламный, это, короче, это позже. Ну, сложно. Почему сложно? Потому что у нас не налажены, еще плюс мы в Астане, продажи, вот эта вот вся тема, там, с заказчиками и так далее. Ну, ты зарабатывал, как бы, дабл вайнером? Нет, 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 я этим никогда так и не занимался особо. Да, ты занимался видеопродакшн. Да, у меня основное это видеопродакшн, реклама и так далее. Может, видел рекламу, Максим Ержан и так далее, это были мы. Вот, ладно. А, ну, блогеры, вайнеры, они начали зарабатывать именно сразу же на контенте. Что, в принципе, они привыкли к этому. Просто, в плане бизнеса Салем, он просто решил вот эту боль творческих чуваков. Ну, это же хорошо. Хорошо, если бы там не было за ними такого бэкграунда, типа, как что-то там перекрыть интернет и так далее. Я хочу сейчас расскажу, в чем ошибки Салема, как бы я делал Салем, если бы я был на их месте. В чем, основная проблема первая, почему мы за него зацепились изначально. Когда 21 канал, там сколько у них сейчас на ютубе, которые сейчас собирают уже какие-то просмотры, 100 тысяч, 200 тысяч, какие-то ролики набирают хорошие просмотры, но нет рекламы вообще. В позициях судится была внутри Олибекова о том, что якобы рекламодатель плохо относится к контенту, где есть реклама. Это бред, на самом деле, это просто бред, потому что аудитория готова прощать нормальный принцип заработка. Если бы у меня не было на канале, когда мне перестанет быть реклама на канале, с нами уже выехали, тогда уже задавайте мне вопросы, кто за мной стоит и кто меня финансирует. А я пытаюсь выживать за счет того, что у меня есть реклама. И это, наоборот, добавляет лояльности. Чувак без господдержки делает круто. Ну, у тебя нет скрытого какого-то дядьки, который там башляет, там, типа. Нет, ну, найди, попробуй, найди. Ты делаешь донаты, ты, по-моему, делаешь донаты. А, в самом начале, в самом начале, в самом начале, да, пару раз это сделал. Это тема донатов у нас не канает, да? Это канает, почему? Я тоже планировал делать их, но я делал краудфандинг максимум. Можно собирать хорошие деньги даже на донатах, то есть люди готовы, в принципе, финансировать. Возьми, ладно, чуть-чуть сторонний проект, сейчас, я не знаю, когда выйдет это видео, но сейчас власти кизят, собирают деньги на фильм про симпатический протегон. Им нужно было 2 миллиона деньги, а они собрали за 2 деньги. Учитывая, что власть где-то, извиняюсь, не YouTube, это, откровенно, не очень высокий трафик на самом ресурсе. Я не знаю, как у них сейчас точно, там, примерно 20 тысяч костюм. Не очень приятно. Вот, но при этом они быстро собрали деньги, 2 миллиона тигена на такой проект. Им достаточно маленькая аудитория, но лояльная аудитория, чтобы собрать нужные. Вопрос замужника, он стоит, и вот возвращаюсь еще раз к Салем, то есть вот так вот топорно скупать всех подряд, еще раз. И тут такая, я говорил уже, органичная такая площадка, на которой нужно заходить, тестировать, смотреть, как будут заходить. Не получается, пересобрали, поехали дальше. Но вкладывать огромные бабки в студии, там, Санжер Лайф, там, декорации, все такое. Ну, много неэффективно. Это требует бабло, то есть. И поэтому сразу есть вторжение. Люди сегодня, людей обмануть намного сложнее, чем это было 20 лет назад, когда была одна кнопка в телевизоре, где была вертикальная распространение информации от госзаказчика до аудитории. Сейчас мы живем в эпоху горизонтального интернета, когда мы посмотрели там Уджи подкаст какой-нибудь, Джо Карн, я, честно говоря, в стендапе не разбираюсь, но тем не менее, я при западных стендаперов посмотрел. Сегодня попробуй заставить людей, когда мы там и там, и там потребили информацию, заставить их употреблять это, это не органика, это мертворожденный. И они пошли таким методом, выкупим все, сделаем все, заставим всех. Потому что, что, взяли чувака из ТВ, типа, он ее этим заправляет? Да, он еще легенду классную придумал, вот он съездил а-ля в Америку, взохновился Вайсом, Вайс вообще другая история. Ну, у тебя вообще вот эта ситуация непонятная началась после того, как ты высказался насчет Аблясова, да, по-моему? Да. И, если честно, я посмотрел, я успел посмотреть, кстати, о, вода, вода. Полный выпуск. Ты полный выпуск успел посмотреть? Да, да, я даже, это, как его, скачал. Но, потом, но я его потом удалил просто, мне нужно было перекачать новые файлы, я просто удалил его. Потому что я хотел, знаешь, почему я скачал, не потому что я, типа, такой, типа, о, вот это скорее всего, да. Я просто, у меня поезд был, я хотел досмотреть, и я просто скачал его. Да, они меня пригласили на программу, на подкаст, когда вот это казахскоязычный, по Амдау, они только начинали на третий выпуск, решили позвать русскоязычного парня, и они на казахском говорили, я отвечал на русском. И они же сами мне подкинули тему блокировки, и я говорил, что это супер странно, ну, рубить интернет, когда просто другой человек заходит в другой стране, просто чтобы пообщаться со своей аудиторией. То есть это настолько странно и тупо, что это не работает, это неправильно. И я не говорил его имя, я просто сказал, ну, мистер А, да, там, условно. И да, и я тогда ушел в эфир, 12 часов он был в онлайне, и вся проблема в том, что если бы я говорил на казахском, то вряд ли бы, ну, Александр, Саша бы это увидел бы и понял бы это все, ну, то есть, то, что я говорил на русском, он, конечно, позвонил всем товарищам, да. Там же ничего такого нет, ты же максимально просто... Ну, ты понимаешь, вот, и ты же понимаешь, насколько, то есть этот человек боится. Ну, это системный человек, то есть... Боится, что ему дадут по башке вот за... Мне даже жалко его критиковать, по большому счету, потому что он, по-другому, не умеет. Человек из системы... Да, он просто уже по-другому... Это уже вот здесь, в крайней мере. Блин, вот Крио, на самом деле, что нет Александра, и критиковать его за глазами не очень приходит. Не, мы созвонились... В пользу случаем Александра, в любое время дня и ночи, готова приехать к вам, записать интервью, без согласования вопросов и ответов, без согласования финальной версии, без монтажа. Было бы круто. Тоже самая фигня. И тогда, на самом деле, у меня уже было понимание, что это супер странно. То есть люди пришли на YouTube, где люди шли за, знаете, за свободой, за более-менее объективной правдой, да, и когда вырубают... В этом канале, я уже помню тогда Salim Social, это уже совсем другая история. И я выхожу, не влазил, у меня несколько stories, где я говорю, мол, типа Salim Social, это, на самом деле, очень супер странная компания. Они обрубили меня из-за того, что я сказал вот такую-то фразу. После они, конечно, звонят своим коллегам, которые меня пригласили, через них давят мне, чтобы я удалил, мол, угрожая их, что их, возможно, уволят. Подожди, это те ведущие ребята? Да, да. В итоге они ушли, да. В итоге они ушли. И они действительно сами ребята поняли после того выпуска, что Salim Social это не та компания, которая позиционировала изначально даже перед своими сотрудниками. То есть, по идее, мне кажется, у них очень, как ведущие на казахском, они очень хорошо, по идее, ввели бы. Но по ним, короче, было видно, что они сами не кайфуют от этого. Когда у тебя есть рамки, ты приходишь в YouTube, где ты можешь быть абсолютно свободен. Какая-то бессмысль. Давай еще по поводу ответственности, и тем не менее, когда ты приходишь, и ты знаешь, что у тебя под коркой нету, кроме самоцензуры, каких-то вещей, ограничивающих тебя, ты просто становишься кастратом от творчества. Ты не можешь творить какие-то заранее прорывные вещи. Так точно, да, это проблема всего Salim сейчас. Salim Stand-Up. Что такое Salim Stand-Up? Стендап – это, в принципе, underground, когда ты высказываешь и говоришь на злободневные вещи, высказываешь злободневные штуки. Без политики сегодня стендап просто невозможен. И можно шутить без политики, но сегодня, именно в актуальной повестке дня, по-разному, не обязательно критиковать, не обязательно только поливать, но при этом без политики совсем – это просто, ну, это кастрал. Ну, ТНТ же шутит, они же популярны же. Они умеют шутить правильно. Ну, у них же тоже есть какие-то… Нет, у них есть проблемы с этим, я знаю, то есть, то же самое с Липаков, когда он выпускал песенку про… Да, но нет, именно про стендап. С Липаков это более развлекательный. Я понимаю, что… Вот это вот начинается… Я реально встретился с остальными ребятами и спросил, блин, есть поперечный, да? Охрененный кейс. Вы сейчас, ну, где-то, может, популистически есть там замашки, но вы сейчас можете на этом построить охрененный контент. Это сейчас та самая сфера неохваченная и как раз через сатиру можно шутить так, чтобы тебя напрямую не засадили, чтобы… Ну, как раз, ну, многие не поймут даже, если тонко шутить и так далее. Ну, что-то все еще этого нет. Я думал, короче, вот так, может быть, сам сделаю. Нет, я ниже стендапера. Всех еще стендаперов все забрали. У нас не так мало комиков стендапов. У меня много, наверное. Да. И вообще, в целом, их совсем немножко… У нас буквально два клуба, по-моему, в одном отсеке, если я ошибаюсь, и их совсем мало. То есть… И… Жанр только зарождается, его убьют. Но в основе есть сильные ребята, которые не подвязаны по целям. Есть ребята, даже стендапы, говорят, что им не запрещают шутить про политику. Ребята, будьте честны, вам реально запрещают шутить про политику. Блогерский мир Казахстана поделился на два. То есть, есть чуваки, которые… То есть, даже, которые там, они, типа, в основном хотят закончить свой контракт и просто уйти. Даже есть такие, которые, вот, хотят доплатить… Ирина Каратовна, они ушли. Да? Официально? Да, они выкупают свой контракт. Вот, вот, есть такие ребята. Вообще, молодцы ребята. Теперь, есть также ребята, которые, вот, недавно только заключили, и у которых есть большие суммы, и так далее, на которые они уже поставили подпись, и не могут уже дать назад, просто потому что… Почему не могут? Почему не могут? Скорее всего, санкции большие. Да, там около 60 миллионов. Это было бы логично. То есть, на месте Салима я так заключался. То есть, первое – это сумма, да? Второе – это, мне кажется, каждый блогер, когда заходили, примерно, мне кажется, все же вот так вот общаются у нас, понимали, что к чему, что это как-то государство подвязано, что… Я не думал, кстати, вот все эти движухи, у меня меньше всего, правда, претензий конкретно к ребятам с Альлема, которые делают контент, потому что, еще раз, это дети, по большому счету дети. Ну, нельзя, нельзя снимать ответственность, потому что они дети. Ну, не совсем, ну, как бы там ни было. Сколько им лет, ну, сколько? Дети, 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 12. Я имею в виду, дети, с точки зрения бизнеса… Нельзя, они, вот мы обсуждали, мы всегда им прощаем, сколько можно, они уже не дети, им уже по 20 с чем-то лет, многим 25 лет. Мы просто привыкли, что они вышли, ну, они начали заниматься вайнами, еще когда там будут, будучи студентами, и у нас сохранилась этот образ. На самом деле ребята выросли, ребята круто зарабатывают, ребята творчески уже, как личности уже, то есть они личности, да, и блогеры, это уже не блогеры, которых мы знали лет 5 назад, это уже полноценные СМИ. Вот, насчет иглы, кто сказал насчет иглы? Вот, ты был прав, потому что вначале, я примерно понимаю, как работали мозги, типа, оп, все примерно понимали, что к чему, сто процентов. Конечно, кто сейчас говорит, ой, я не в курсах, солен, что серьезно, то есть, я примерно знаю, просто все думали, вот так, типа, сейчас мы, короче, подзаработаем, и вовремя спрыгнем, и успеем, короче, пока начнется вся эта движуха. Но, как я понимаю, никто толком не успел, и сейчас вот они хапают за это где-то. Но, вот, я вижу, я общаюсь со всеми, большинство, оно не хочет дальше работать. Оно не хочет, этот, работать, и, скорее всего, многие, да, уже, как Ирина Каратовна, это… На самом деле, да, то есть творчество – это такая штука, которую невозможно пощупать, перевести в деньги. Они могут, конечно, отебись, извиняюсь, провести. Можно мыть лица в студии? Конечно, конечно. Наклепать какое-то количество выпусков и соскочить, но это изначально провал для солена, то есть, попробуй, не прими эти выпуски. Нет какого-то KPI в плане просмотров, нет какого-то KPI в плане количества заходящих шуток и всего остального. Вот, вы дали год, да, примерно, а вы не думаете, что столько денег, столько энергии, типа, запустили? И типа, вот, что-то не пошло и закроют, наверное. Если говорить про кристанские реалии, такое сплошь и рядом, когда вкладывается количество бабла в какой-то спортивный проект, творческий проект, во все что угодно, то кто-то с этого что-то пилил, и, ну, не получилось, ой, извините. Бывает. Упс. Вот, и все, поэтому… Потом все на Александра. Вот. Я, я, я считаю, что вот блогеров уже нельзя недооценивать, они действительно уже взрослые ребята, и у них, у них должна быть ответственность, потому что раз они решили на себя, взяли на себя такую роль, да, транслировать какой-либо контент, но этот контент все равно как-никак. И я, я считаю, что они должны нести ответственность за это. В основном, смотри, самый популярный этот аргумент против этого, типа, я хочу делать свое любимое дело, и я никому ничего не обязан, вот почему, если Кана так думает, я должен отнести ответственность за что-то? Что это означает? Типа, это уже тема осознанности или что, внутренних ценностей? Ну, ну, мы же живем, мы же живем все в одной стране, да, то есть мы… То есть я думаю, что это странно, все писать, брать, перекидывать и говорить, ну, знаете, там, моя хата с края, меня ничего не интересует, что, в принципе, случилось, да, с последними событиями, да, что, в основном, блогеры решились просто промолчать, да, это тоже, в принципе, они говорят, мы не в политике, да, нас это не интересует, наша работа создавать контент, шутить, да, но игнорирование – это тоже, в принципе, политика, да, и я понимаю людей, которых, в целом, обижаются на свой ролл модул, да, возьмем блогеров, да, что они даже просто не высказываются людям, а потом, вот именно в эти дни просто нужна была поддержка, я считаю, что и когда они видят, что… Кому? Блогерам нужна была поддержка? Народу, все равно, народу. Мне кажется, здесь немножко тонкая грань, попробую донести мысль свою. Ко мне какие претензии часто были последним, предпосадим вам ролик был, не знаю, когда опять же выйдет видео, но один из роликов там говорили, ребят, 12 июня, когда планировались акции в Алматы, довольно активные, тем самым человеком «А» из Франции, вот, когда мы сказали, что, ребята, если вы выходите на улицу, вы должны понимать, зачем вы выходите, и помните про посыл свой мирного митинга. Ты сделал это, да, это, видишь, как транслируешь в любом случае… Но это моя позиция, то есть выходить на улицы сейчас, на мой взгляд, неэффективно. Да, я согласен, я не говорю, что блогеры должны это говорить. А готовы ли вот блогеры понимать эту грань, когда они могут перегнуть, когда тот же ануарный пейс, да, про который, может быть, поговорим еще сейчас? Я хотел сделать с ним интервью буквально за день до интервью, мне он написал слово «Вадим, извини, у меня тучи скучаются надо мной, я недельку буду без связи», вот. Вот там, как мне кажется, человек немножко перешел грань. Если бы я был гражданином другой страны, я бы искренне смеялся и веселился над тем, что происходит здесь. Но мой смех через разочарование и бессилие. Я хочу сказать тем людям, которые бесконечно переименовывают улицы и города, а народ вас тоже переименовал. Вы теперь долбоебы. Хотя, как выясняется, всегда ими были и, к сожалению, останетесь таковыми долбоебами. Ответственность, которая… Где она есть? Взять на себя и сказать, что долбоебы перевинули остановку, я поднимаюсь, сейчас я буду там крушить. Потому что подтекст все равно такой эмоциональный. Жесткий пошел. Дальше… И он… Я готов… Ну, то есть, очевидный был следующий шаг. Он хотел перевести все это в цирк, выборы в цирк, приходить с клумбскими оптиками. Подожди, я не видел это видео. Говорят… Он опубликовал видео, где говорят, что приходим с клумбскими носами на выборы, мы перевращаем это все в цирк. Но подтекст дальше… Очевидный шаг от власти. Ну, власть могла бы произвести угрозу. Угрозу, что дальше он будет выводить людей на улице. Но при этом, когда мы общались с Ануаром, я у него не понял, что он хочет все-таки дальше сделать. Он говорит, что я буду двигаться ситуативно, эмоционально. Почему он пошел вообще? Вдруг успешный актер, музыкант пошел в политику, он это все связывает с убийством Лениса Тэна, его друга. Вот. После этого в нем проснулось самосознание политическое. Но при этом понимание, что он хочет делать дальше, у него не было вообще никакого, на мой субъективный взгляд. И куда он пропал, это, конечно, большая проблема. То есть, интересно, куда он делался. Было бы здорово эту тему, если он тоже должен порассуждать на тему ответственности. Что ты дальше хотел сказать этим? Что ты будешь делать дальше за этим? Вот. Так же здесь. Я бы не очень хотел, на самом деле, чтобы там тут же Джека… Ну, нет, да. Я понимаю. Здесь очень тонкая грань. Да, да. Что с этим делать? У тебя есть мускулы, ты можешь сворачивать горы. Но как ты будешь… Он и хорошо высказался, кстати, по стихам. Вы думаете, клоун шутит и продался в хлам? Он спит, молчит, игнорит все. Он хам, нахал. Но где же ваш голос? Он так нужен нам. Вы впереди были, теперь молчание ваш храм. Сказать честно – боюсь. Смотрю, и в дрожь бросает меня все вокруг. Сказать не так – боюсь. Вдруг посыл неправильный донесу. Боюсь дубинок, что по головам не тех сделают удар. А причиной станет пост, что сделал тот самый клоун. Хам, нахал. Я думаю, много, часто, каждый день. И не нашел выход, чтобы быть решением тех темных дел. Ведь не за этим шел в самом начале. Я хотел сеять лишь улыбку всем. Вокруг и своей маме. В тот час, в Таразе, в скремной хате, когда мама зарабатывала еле-еле, я не искал ошибку в вас всех. Решил, что надо делать, делать дело. Что было так по нраву мне. Нет, не говорю, что там все правы. Но не хочу, чтобы у правы удостоился тот человек, что увидит меня на экране, выйдет в свет по улицам, где бардак. Бардак по их вине. Получил колоссальное количество дизов на тему с циклой и так далее. А, да? Да, он сделал же стих записал. Потому что клоун, типа, шутит и так далее. То есть хороший стих. Я почти поддерживаю его полностью. Он человек – дело. Он человек – дело, да. И, наверное, он прав в этой ситуации. По идее у меня сложность. Нет, клево то, что он высказался. Да, да, да. Он накипел. 13-14, 14-15. Видимо, начался уже тогда. Уже им начали писать, наверное, да? Видите, тоже, ну, такой момент, когда народ требует, да? Это тоже. От того, что они, например, не аббатизм. Это тоже. Они не политики. Начали бы они топить сейчас за Касанова, да, условно. Очень на бумаге, визуально. Человек, который вызывает доверие. Более того, я брал ему интервью, когда вот так вот смотришь его в глаза. Кстати, да, он прямо расположил после твоего времени. Ты смотришь ему в глаза, ты ему начинаешь верить. Хотя все прекрасно понимают, что в этой системе пробить абсолютно независимому кандидату было невозможно. Вот. Это меня он даже подкупил, учитывая, что я там мне 30 лет, я долго в журналистике нахожусь. У меня есть какой-то там толстая кожа для понимания. Не так легко. Возьми этих ребят, Жеку и всех остальных. Я думаю, что у них позже в плане политики, политического какого-то мышления еще немного тоньше. Начали бы они терпеть все дружность за Касанова. Набрал бы Касанов свои 25-30 процентов, что было бы для власти еще страшнее. Вот. Все это перевернулось бы в неизвестные дали. Поэтому совсем вот прям критиковать то, что они отмолчались, я бы не стал. Здесь такая. Нет, я не критикую. У нас 100 процентов. Я просто понимаю людей, которые, их критикуешь. Насчет интернет-ответственности, короче, она схожая ситуация с Ануаром Нурбийцевым. У меня она тоже в свою роду пробудилась, когда вот ситуация с Денисом Тайном случилась. Я тогда в натуре, я с ним так не знаком, но я помню, я прям сел вот так вот и начал, бля, материть все подряд. Ну, эмоции, короче, этот. Потом записал сторисы, сказал, ну, ребят, которые вместе двигаем вот эти блогерские тусы и так далее, давайте делать более какие-то созидательные вещи и с правильными ценностями. И можно сказать, вот ДРТ в тот момент как-то зародился сама мысль и так далее. И, ну, мне кажется, ну, Ануар правильно начал. Но где он сейчас, это, ну, то есть очень много версий. Кто-то говорит, он в Сри-Ланке, кто-то говорит, там, ему могут, не знаю, впаять срок за что-то и так далее. Я знаю, по-моему, он сейчас находится пока еще на территории Казахстана. Вот, но опять же это все инсайды, 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 кто-то кому-то там что-то сказал. Кто-то сказал, что в Apple Music можно же узнать, кто слушает музыку, какую музыку. Apple Music? Да, Apple Music, ну, типа ты шейришь. Кто-то сказал, что он, в принципе, слушает музыку, так что все нормально. А, нифига себе, можно увидеть это? Да. Ну, в Apple Music можно зашейрить, ты с кем-то можешь зашейрить свой плейлист и с кем-то он шейрил плейлист. Ага, ты нормально. Ну, еще раз, почему я очень хотел записать с ним интервью до выборов, потому что у меня был к нему прямой вопрос. Политические амбиции его? Что такое за нами уже выехали, а почему говорят, что ты оппозиционер, на самом деле это ширма. То есть, когда ты делаешь ширму, что за тобой могут приехать, и постоянно об этом говоришь, что ребята за мной могут приехать. Дольше едут, дольше едут. Так же их создать прямые вопросы, ну, вар, пошел в блок, такое не прощается у нас в Казахстане. Ты понимаешь, что тебя могут закрыть. За что тебя могут закрыть? Давай подумаем с тобой вместе, за что тебя могут закрыть. Когда бы он это озвучил, уже сложнее было бы именно эти причины предъявить ему для того, чтобы его закрыть. Я очень хотел записать, подстраховать, хотя у меня очень много вопросов. Очень много вопросов к его тактике и к дальнейшим шагам. Но вот именно подстраховать его в некотором смысле было бы прикольно. Ну, я считал, что это было полезно. Мы не успели. Вот. Где он сейчас, я надеюсь, что все в порядке. То есть, хотя бы физически все в порядке. Я думаю, что это все нормально. Просто, мне кажется, его попросили, либо надобили, тут же легко надобить. Он знал, куда, на что идет и в целом. Я вот здесь не уверен, кстати. Все ищут. Второе, третье дно. А я, к сожалению, не уверен, что второе, третье дно у него было. Что это отвечает за второе, третье дно? Когда, ну вот, ты спросил у меня, кто тебя за гашек платит за твое существование, это второе дно там, да? Что я делал с каким-то послушать, всем смыслом? Так же и здесь. Кто-то думал, что, условно, кто-то из кланов, мы уже все понимаем, да, что из межкланов противостояние, кто-то из кланов начинает продвигать облана с точки зрения там Казахстанского-Зеленского. Вот. Я очень сомневаюсь, что были какие-то такие вот мысли. Человек очень долго находится в казахстанских реалиях, в казахстанском бизнесе, в шоу-бизнесе. Когда ты его очень долго сотогничаешь, в том числе с какими-то госсекторами, найти за что предъявить, наверняка можно. А ты знаешь, что он работал в Акимате, что он работал уже в Таневе? В Таневе, да. Снимал фильм на Казахфильме, что-то у него где проекты были. Как мое понимание, я в принципе с ним дружен и давно дружим. Он реально действительно, когда мы с ним общались во время ЖАСО, он переехал в Астану и у него были действительно амбиции такие, работать с молодежью, что мог работать с молодежью, продвигать, что-то делать. И у него потом, через два года он уехал с обидами, с обидами, потому что ему не дали реализовать какие-то проекты, ему просто не дали быть самим собой, нужно было подстраиваться. Он не подстроился, он переехал снова в Алмату, начал ходить в горы. В принципе, он изменился, на самом деле, он изменился и приехал другим человеком. Потом через год он стал. Со Станы, да? Он стал в Алмате еще другим человеком. И в нем это такая была эволюция, вот это его, наверное, некая протестность, она уже тогда была. Кстати, да, я тоже в каждой встрече замечал, что… Он менял, спотякому. Да, недавно он приехал из Шри-Ланки, у него были говорят, все, я буду там жить на полгода, я… Ну его нахрен больше, понятно. Я буду заниматься бизнесом, да, я буду заниматься… У него были, по крайней мере, такие амбиции, да. И вот ролик, который после переменования города Астаны, конечно, вот этот ролик его… Ну жестковато. Ну я думаю, что это не была, это была эмоция. Это действительно была эмоция. Он просто ее озвучил, записал. Потом это разлетелось, как… Тот же человек А из Франции использовал его во многом. Мне, кстати, вот это бесит то, что есть нормальная движуха, да, она хочет что-то донести, здесь появляется чувак с синим шариком в эту движуху, да, и все. Все портится вот это. Ты организовывал, ты хотел ценности донести людям, а тут и факт… Только что ты в Ютубе сейчас находишься, и только что ты перешел в формат не только пожатых для Ютуба, потому что как только ты начинаешь в Ютубе какие-то критические вещи говорить против Аблязова, откуда-то включаются шлюзы, диким потоком засирают тебе личку, комментарии… А, да? А, серьезно? Все, ты приехал. Даже тот твит, который написал про Салем, он в целом был у меня написан такой, что в моменте, когда интернет был отключен, телефонная связь тоже работала непонятно как, и только работал твиттер, и я написал в твиттере об этом. По-моему, ребята, вы сейчас знаете, что такое, что Салем делает? И я понимаю, что он начинает ретфитится просто большими шагами, и, конечно, это была такая точка, где все уже началось. Потом подхватил Сунгат, и он, конечно, там уже расписал и примерные планы, идеи… Меня прикололо то, что вы думаете, что это… Ну, типа, не long term, короче… Ну, типа, не… Слушай, знаешь, как я думал, это, конечно, мациональное мышление, я думаю, что это не просто так, этот год молодежи… То есть люди, которые там сидели, они думали, что… Ну, надо сделать какую-то молодежь. Как мы это сделаем? Мы создаем в этом году Салем. Через Салем мы делаем популярных среди молодежи, те же самые вайнеров, блогеров, лояльными к власти. Мы называем их на наш форум, они фотографируются с первыми людьми страны, то есть они начинают об этом писать, потом происходит транзит власти, и люди, которые уже были, уже изначально лояльны к тому, что… Ну, они в целом уже не могут писать что-то плохое, да? Окей, потом меняем мы столицу, люди тоже не могут писать ничего плохого. Понимаешь, вот и молчание. И люди думают, что… Почему хейт начался на блогеров? Не по плану так. Да, то есть… И тут Салем, он, конечно же, начинает клево манипулировать всей этой ситуацией, создавать проекты, куча проектов, именно ближе к выборам, выпускать какой-то социальный проект или социальный что-нибудь… Эксперимент. А, вот это… 7-го… 7-го числа, прям за два дня, да? За два дня до выборов, так сказать, проплатили самый дорогой, наверное, блогерши, самый хайповый блогерши Казната. Пайзакова? Ну да. Ага. Подставная свадьба, да? Ага. Ну это же уже понятно же, да? И тогда в эти дни блокируют интернет. Просто. Просто затыкают, как бы сказать, да? Всем рты. И ты сидишь в такой квартире у себя, и ты думаешь, куда мы идем? И пишешь ты про Салем сошел. И так все начинается. Кстати, вот… А потом блогер говорит, а почему у нас, почему хейт начался на нас? Да потому что, как бы у людей накопилось… По идее многие и так понимали, что к чему и так далее. Я тоже думаю. Просто… Как говорится… Но… На самом деле провал. Я уверен, что это провал. Почему мы не верим в то, что это логовая история, потому что они уже сейчас понимают, что они не вывозят. Они не вывозят технику. Да, и… Люди спрашиваются. Они вывозят с точки зрения контента, и люди уже на этом этапе, когда они еще даже не начали, еще по большому счету не запустились на полную катушку. Не то, чтобы мы там раскусили их. До сих пор считаю, что может быть мы там все ошибаемся, и там это просто… Что вы думаете насчет народа? Например, вот есть блогеры, да? Да, собственно, на полтора штуки. Нет, ты планируешь. Общество, скажем. Есть вот блогеры, да, которые конструктивно делают контент, и рассказываются открыто, и так далее, про власть, и так далее. Как ты их, да? Может где-то как я… Да, ладно. Но я сам не высказываюсь. Но вот, скажем, возьмутся за этих блогеров, да, как ты сказал. Да. Пойдет ли вот это то самое общество, которое говорило, вот вы не молчите там, оно пойдет? Ну, не будет ли ситуация, когда выдача? Вначале все, э-э-э-э, и такие потом… Ну, в принципе, он сам виноват. Чего? Я как поэт? Чего? Netflix такой. Так и будет. Народ не пойдет прям массово. То есть сейчас… Видишь, опять же, давай разберем эти митинги, вернемся человек к ним, а потом мы пойдем дальше. Митинги 12-го, 10-го числа, которые были в Алматы, там, в самом деле, было два или три очага. Очаг номер один – это группа Рината Заидова, это Скер, который топил за Касанова. Когда он встал на колене и занялся за то, что он топил за него, я буду делать свою партию в задержании Заидова, и пошла эта толпа, по Тулеби и так далее. Второй очаг, менее агрессивный, менее штабный, это «Оя Казахстан», возле Уэзовского РУД, просто я был и там, и там, везде мы шарились. Это совсем другой очаг, оппозиция другого формата. Более креативные. Их очень мало еще. Здесь стихийный толпа, а здесь и Гульнаф Сильбаева, и Асету Лесова, и все, 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 все. То есть, творческая интеллигенция, творческие ребята, ну и человек там 50-70 был в этот момент. То есть, вот этот костяк, может быть, будет впрягаться за условно, когда меня закроют. Я надеюсь, но я думаю, что потенциально… Их мало за ответственность. Какое-то время, их будут выстегивать, как анвары по одиночке. Вот. Мое мнение. Их очень мало. И тебя тоже? И меня тоже поднимают. Ты следующий? Ну, опять же, я не оппозиционер. Вообще, в этом плане, я когда приехал туда, и когда ребята вокруг меня там начали спрашивать, типа, а что думаешь по поводу Касанова, где Педрас живет? Такой был вопрос. И хрена. Что за что? Где Педрас живет девочка? Божья думающая. Кто? Кто им? Нет, имеется в виду общество Вуянка? Там были разные ребята, только Вуянка, там была Костяк. Да, извиняюсь, вот насчет толпы Ирина Атзаитов, все тоже думают, что там тоже была в целом только казахская интеллигентность, там тоже были телевизионщики, журналисты, и просто их было больше, и там были такие, знаете, казахи такие в плане, которые, ну, не будут креативить, будут более действовать. Это неконструктивная толпа была. Да, возможно. Толпа была взрывная эмоциональная. Так вот, возвращаясь к этим, ну, не могу тоже так сказать. Потому что будут ли стегивать, если не вернемся сделать, а будут ли стегивать меня по диночке? Вообще принципиально, почему, когда приехал туда, и там люди начали спрашивать, типа, твое мнение по этому поводу, по этому поводу. Ребят, есть активизм, а есть журналистика. Вот здесь принципиальная позиция, когда меня начнет топить, типа, почему ты там людей на улице не уводишь, почему ты их не поддерживаешь, там Иоанн Казахстан. Я им говорил, что, ребят, вы придете к власти когда-нибудь, я буду задавать такое же количество вопросов и к вам, потому что активизм – это активизм. А журналистика – это журналистика. Журналистика – это, естественно, позиция власти, любой власти. То есть, вне зависимости от того, кто это будет. Вот. Поэтому я должен быть над ситуацией, чтобы сохранять свою объективность какую-то. Пусть она очень будет субъективной объективностью. Вот. Она должна оставаться. То есть, когда я с вами вместе выхожу, там, воен-казахстан, все, я начинаю быть активизмом. Активизмом. Я перестаю быть просто… Журналистом. Да. Выпуск про Бельдека, за который очень сильно, как мне рассказывают, обиделся Акима от города Алматы. Последний. А ты что там у него там? Мы разбирали Акима Алматы. Все думали, что он уедет. Мы начинаем собирать хорошего или плохого с точки зрения того, что он успел сделать за 4 года, что ему осталось сделать и так далее. Выпуск был… Меня захейтили, потому что он был слишком лояльным по отношению к Акиму, посчитали радикальные оппозиционеры. Акима от обиделся, потому что там мы снова напомнили о том, что Байбек учился с папой Грек, учился с Назарбаевым в одном классе и так далее. А, ну он все-все-все понял. Ну, это объективный расклад. То есть, условно, мы понимаем, почему он там. Да. Ну, что он успел сделать? Он успел сделать Панфилова, да? Панфилова расстратиковал Бабламов. И, тем не менее, то есть, какие-то вещи… Он очень… Он не скучный. Он не скучный с точки зрения… Он движниковый. Да, да, да. Это не Бахат Султанов в Астане, который 9 месяцев вообще ничем не отметился. Он просто вообще ничем. Ничего не сделал. Ну, такой город бы там. Ну, наверное. С другой стороны, поставили Кургиново… А что, он же растет? Такова. Вот. Мы попытались сделать объективный ролик с разных сторон. Хороший и плохой. Да? Плохого, как на наш взгляд, пока больше… Главное плохое – то, что нет ни одного интервью ни с одним изданием за четыре года – это плохо. для прогрессивного политика новой волны какой-нибудь оппозиционирует. Но это, опять же, это журналистика. То есть, если бы я был у Ян-Казахстан, это был бы ролик про то, какой бы бедный мудак. Ага. Теория все персонажи-вымышленные. Вот. А я должен быть над ситуацией. Так, и так, и так, и так. Ну, правильно. 50-50. Поэтому вопросы будут ли меня выстегивать, если я постараюсь выдерживать баланс между добром и злом. Я надеюсь, что… Не, мне нравится как-то… Проживу дольше. Я очень надеюсь, что… Повторяешь твою позицию, это правильно. Ага. Насчет этого у меня тоже мысль, знаешь, типа… Вот даже у Ян-Казах, ребята, да, которые… Вот я же общаюсь со всеми блогерами, можно сказать. И мне кажется, если, например, со мной что-то случится, я так примерно визуализировал, вначале все так, типа, затопят, типа, вот, ой, это же Олжик там, и так далее. Ну, просто, если сторона власти, или, не знаю, оппозиция, не знаю, просто даст какую-то инфу, да, утку, дезу, вот он, оказывается, натворил вот это, вот это он… Детей насиловал. Да, 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 просто ужасно. Все, все ребята, которые и так ждали вот такой херни внутри, типа, блин, Олжик, по идее, козел. Все, можно не топить, и все. То есть, просто власти хватает вот этого, донести еще одну дополнительную информацию, мне кажется, и ты можешь просто самоликвидироваться спокойно. Главное, внутри ты же честнее с собой. Я хотел… Переоцените интернет-аудиторию просто нельзя. Роли посмотрят 100 тысяч человек… Поэтому общество не должно наезжать на блогеров и на остальных чуваков. Да, да. Просто понимать нужную долгую перспективу, понимать мотивы и риски. Ребята, мы сядем, что вы будете делать? Счет Зеленского. Да. И… Вы знаете, да, канадского типа Трюдо, короче, вот эти чуваки и так далее, на казахстанской площадке вот этого политики и так далее, вы замечаете кого-то вот такого, кроме Марглана Сисимбая, который и так сейчас вот очень ярко выявляется? Есть какие-то молодые ребята? А почему кроме? Почему это Марглана не хочешь? Да. Вот оно второе одно, да? Нет, нет, нет. Он буквально два часа тому назад здесь… Почему не он? Почему кроме… Я вообще не хочу ни про кого рассказывать, потому что если люди… Ну, короче, у нас же есть шутка, в сети же ходят, типа, если ты хочешь, чтобы человек стал президентом, меньше про него говори… Наоборот, если ты хочешь, чтобы закопать карьеру политическую человеку, скажи, что он хороший президент. Да-да-да, вот-вот-вот, поэтому я много не это… И сам он говорит, я сам не хочу особо лезть в политику, лучше пусть молодые. Так есть ли молодые сейчас такие крутые активисты? Мне кажется… Вот как ты говорил в одном видео… Из-за объема Казахстана ребята могут вырасти в это движение, но опять же они тоже довольно радикально в своем подходе. Тукая… Тукая с большой трибуны, потому что ребята креативные, готов идти на диалог с ними, все понимают, что он предлагает им правила игры, но при этом они… И даже в этих… В этой группе играть пока еще не готовы. Они говорят, что мы готовы на диалог, только если Астану обратно переименуют в Астану. А, да? Так они говорят? Да. У них есть ряд требований для диалога с властью. Одно из требований – это разрешить митинги, освободить политзаключенных и вернуть, откатить название Астаны. Все понимают на этом этапе, что это просто невозможно. Типа вы уже слились автоматами. Все этого не хотели, переименовать обратно в Астану никто не будет. Это принципиальная позиция. Вот. И они принципиально сразу себя отрубают от политической игры. Прикольно. А что вы вообще думаете насчет этого совета? Трушно, не трушно? На бумаге все убьют очень хорошо. Как обычно это бывает. Я, если честно, вообще не в курсе. Вот, кстати, блин, мне кажется, минус на творческих людей и так далее. Когда начинается вот эта бумажная волокита и так далее. Устаем, когда что-то случилось. Это общественное доверие. Тукаев выступил с инициативой. Так, ребята, я не могу не замечать протестов, которые есть в Астане. Я понимаю, что вопросы назрели, отсутствие диалогов. В какой-то момент мы поняли, что мы не пообщались нормально. Не смогли выстроить этот диалог. Давайте его выстроим. А я Казахстан. Ходите в политический совет общественного доверия. Мы вас приглашаем. А элиты хотите… Она не отказались. Слушай. Такие бизнесмены поставили за один стол и постоянно пиздеть, 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 чтобы наладить какую-то конструктивную повестку дня. Мы со своей верхотуры с Олимпой ничего не видим. Помогите нам подсмотреть. На бумаге великолепно. На бумаге все прекрасно. Если там реально будет Маргулан Севсимбай, даже при всем Ануар Дурписов, вдруг вернется из отпуска. Еще кто-то. Еще кто-то. Казахстан. Ренат Заитов. Кто-нибудь вдруг из команды Мухтара Облязова приедет. Представляешь? Возьмут специально для одного человека, сделают эндругенцию и просят ему все грехи какой-нибудь там бота. Как тебя зовут? Я забываю постоянно журналистов при нем. Представляешь? Даже экстремиста посадить туда и начинать обсуждать, что мы сделаем дальше. Да? Это потенциально имеет место быть. Но мы говорим про Казахстан. А значит это будет декоративная штука. Как Асанурина в Казахстане. Что? Не будет такого? Ё-моё. Я вот реально, когда не прихожу, так у меня в депрессию. Да, чувак. Чувак. Это помолчишь вообще лучше. Поэтому я просто думаю, что так оно будет. Я надеюсь, что будет не так, как это будет с транзитом власти, со всем остальным. Я надеюсь, что мои прогнозы будут не сбываться. Но практика показывает, что, к сожалению, чаще всего так оно есть. Чуть-чуть я предлагаю теперь от темы политики немножко отойти, да? У нас полпрограммы отойти. Да, да, да. Я полпрограмм просто молчу. Мне просто мне нечего сказать. Давайте... Дайте попить, пожалуйста. Что такое журналистика? И опять туда ушел. Естественная позиция власти принеслась. Нет, Канаджи, кстати, ты же в «Бокс Популе» был. Это считаете журналистикой? Я снимаю документальное кино. А, ну вот, стори-теллинги и так далее. Немного журналистика. Ну, у меня по-любому один такой вопрос, просто самому мне интересно. Короче, есть же такое понятие, если ты хочешь, чтобы твои мозги чисто работали и так далее, и не хочешь связываться с политикой, со всеми делами, надо очищать свое информационное поле и так далее. Ну, твоя сфера деятельности, она как раз, вот, типа, столько негатива ты, наверное, вот, знаешь, в твоей ленте, вот, столько, там... Когда я пришел на Тингри Ньюс первый раз... Как тебе живешь? Я работал раньше на Тингри Ньюс, и я этот вопрос задавал более старшим коллегам, которые дольше... Я вот не знаю... Да-да-да, вот, согласен, да. Сори-сори. Когда я пришел туда, я охренел, потому что у ребят в мониторщике есть такие ребята, которые сидят на мониторе, на ленте. Такая внутренняя кухня, надеюсь, никто ругаться с ними не будет по этому поводу, это не секретая информация. Сядут ребята на куче лентах. Это информационные ленты РИА Новости, Рейтер, Казинформа. То есть, падает самолет где-нибудь, они первые знают, потому что это широкая лента журналистов, заметки, быстро-быстро-быстро. Люди потребляют негатив просто в колоссальном время. Просто в колоссальном... Которые работают? Да, то есть, и они должны что делать? Падает самолет под остановой. Задача журналиста, мониторщика написать в этом быстро заметку, на сайте быстро. И начинать развивать эту тему, потому что это резонанс, это сегодня будет по леске дня. Журналисты, которые сидят в редакции, должны подкладывать это все и начинают раскачивать. Эксперты по авиации, эксперты по военной среде, еще откуда-откуда, почему могут упасть в вертолет, в 8 лет. Они должны тему максимально раскачивать. То есть, в какой-то момент, знаешь, есть большая проблема таких людей. Я потом сел на монитор, я был выпускающим какое-то время, я прям погрузился в эту кухню. Есть проблема, что начинаешь, видишь в ленте какой-то ДТП в какой-то области, смотришь сколько жертв. Двое, блин, мало. Хочется, чтобы было 8, чтобы крови, мясо и всего остального было. Становишься смешным. Да, ты начинаешь получать такую кожу, кожу, кожу толстую. Ты перестаешь воспринимающим быть к эмоциям настоящим. Ты перестаешь это воспринимать как к реальность. В целом журналистике, это просто становится работа. То есть, это материал, с которым ты работаешь. Ты обязан быть оперативнее, быстрее, интереснее, развернутее и так далее, и так далее. Если будешь прочувствовать каждый инфоповод. Сложно быть. Глубоко. Смог ли я до конца абстрагироваться полностью от повестки, которую я делаю? Нет. Особенно в Ютубе, пока я был на Тигрях, более-менее да. Когда ты приходишь на Ютуб, люди на Ютуб приходят в первую очередь за эмоциями. Жесть. А потом за информацией. Не совсем жесть. Я не о жесть сейчас говорю. Я говорю о том, что если ты не прочувствовал, что делаю на Ютубе. Я по большому счету перенес кухонные разговоры. То, что мы на губнях вот сейчас обсуждаем. Перенес это в Ютуб. С каким-то журналистским бэкграундом и с какими-то выводами. Так как я делаю выводы, я обязан прочувствовать все равно историю. Прогнать ее через себя. И начинать какие-то выводы делать. Да, иногда ты хочешь просто закрыть вот так вот монитор. Уйти, забухать на неделю. Чтобы просто этого всего не видеть. Бывают такие моменты. Но видишь, журналистика не зря называется наркомания. Это по большому счету наркомания. Ты начинаешь чувствовать удовольствие, дикая страсть, дикий кайф от фидбэка, от того, что ты находишься на передовой жизни. Журналист – это человек, который находится на передовой жизни. Я сильно одевал, да, на себя тяну и… Не-не-не, переведу. У меня есть тема. Тоже есть вопрос. Нормально, нормально. Хорошо. Так вот, журналист – это человек, находящийся на передовой жизни. То есть, на пульсе. Он держит руку на пульсе. И ты находясь на вот этом острее каком-то, особенно в казахстанских реалиях, когда ты понимаешь, что гранино где-то вот рядышком находится, ты тогда получаешь кайф. Ты получаешь кайф от резонанса, от реакции, от того, что ты на что-то влиять начинаешь. Да, я не могу повлиять… По идее, то же самое, что и вайнер, блогер чувствует, по идее, да? Не совсем. Я не могу повлиять на переименование Астаны, но зато я могу повлиять на то, чтобы в Каргандинском парке, может быть, не стали строить теннисные корни. То есть, ты чувствуешь реальное влияние. Ты один из самых таких чуваков, кто постоянно ездит по разным странам. Как это у тебя получается? То есть, тебе деньги, ну, типа, вот эта связка канат или паев с могулов, вот так вот деньги приходят? Вау! Или нет? Нет, ну, конечно, не так. То есть, смотря куда, ну, разные поездки бывают. Где-то я сам оплачиваю себе поездки, где-то бывают партнеры, спонсоры, да? То есть, смотря от проекта, да? То есть, если говорить, там, последние поездки, да, это были штаты, это были… Ну, то есть, это приглашали по проекту, да? То есть, вот, тоже в Италию съездили, тоже пригласили на проект, где я съездил и снял. Ну, вот смотрите. То есть, это всегда все по-разному, да. И просто ты живешь в таком темпе, когда ты… Когда ты привыкаешь к этому режиму, да? Летать, работать где-то, снимать, то в целом ты и притягиваешь такие проекты. Это уже становится твоим стилем жизни, стилем работы. В рынке очень много заказывают, да, в этом плане? То есть, денег вот на самом деле до хрена или недоценивают? Лично у меня… То есть, спрос на мой контент… Да. Ну, я не скажу, что большой спрос, но все равно, если есть… То есть, в основном, это нормальные проекты. Я же их больше в основном создаю и потом нахожу, так сказать. А, да? Да. Кому продать. Прикольно. То есть, это работает, да? Ну, я всегда так работал, к примеру. Например, какой проект? В таком плане. Ну, так, ну, Астана Банк был у нас, да? А, я помню, да. Да, я предлагал эти проекты, которые были. Ага. Ага. В последний год я работал. Ну, я снял для телека. Для телека, да? Канал. Жусан? Не, не Жусан. Серия Кушпенделера был у меня. Иранның Горгангаласында бүгінде біраз қазақ тұрат. Чамамен жүш шақты. Олар бұл жерге 1927-1935 жыл аралығында тарихи отанындағы қиын қыстау заманның салдарынан жер аударып келген. Про казахстанцын, про казахын в Иране, Турции, Монголии, про именно людей, которые были переселенцами, да, в прошлом веке. То есть я, ну, таковой исторический, но в жанре для нынешней аудитории, для нынешнего поколения. То есть... Там тоже с Карин Силь? Ну, этот работали или это... Ну, как было в целом, изначально, как бы я пришел, то есть работный проект, да, меня вытянул тогда Карин. То есть мы встретились в Нью-Йорке, он сказал, что мы бы назначили... Советником? Нет, нет. Телеканал Казахстан. А, Казахстан, да. Он говорит, он хочет менять, у него какие-то там планы, я вот хочу подтянуть молодежь. Вот и был такой эксперимент, да. Ну и по прикольности, вот на днях я там даже давал мастер-класс ребятам из телеканала Казахстана. Конечно, это... Мастер-класс давал? Да, было очень странно. Почему? Ну, сидят возле тебя... Типа вообще не втупляют? Нет, они понимают, но люди очень... Совсем другая аудитория, люди... То есть они в этой профессии, изначально, они закончили университет, да, 20-10 лет работали на телеке, а ты тут непонятно кто за 5 лет начал снимать... Ну, буквально 4 года, когда ты снимаешь документальный фильм, и проходишь и делишься опытом, и мало кто это воспринимает на ура. Но в целом был какой-то фидбэк, даже была критика, которая в целом... А в основном как? Типа, ой, вот Чигол сейчас будет меня учить? Ну, я боялся этой реакции, ну, вот... Мне кажется, это было, но она не была озвучена, то есть, да. По идее, мне кажется, наоборот, приятнее, когда тебе 30 и ты говоришь Чигол, да? Ну, Казахстан, то есть, ты понимаешь, ну, у нас рынок, скажем так, низкоконкурентный, в твоей тези, особенно, она сейчас появляется, возможно, но низкоконкурентный. Нет, ну... И отсутствие конкуренции тебя мотивирует только твоя творческая самореализация, то есть, желание самореализоваться и заработать. Почему Казахстан, почему не попытаться... Ну, вот, ты тоже мало знаешь, я жил в Штатах, если я... И в целом... Сколько лет? Ну, я учился там, и последние 3-4 года я туда-сюда езжу, да, то есть, я два раза в год в целом нахожусь в Соединенных Штатах, и вот, что самое, вот это, не Казахстан. Я всегда постараюсь брать проекты... Возвращаешься все равно. Я возвращаюсь, да. Тебе в полосу. Почему я возвращаюсь? Ну, потому что у меня, наверное, там... Я, как бы, не живу там так комфортно, и у меня не такое качество жизни, да? То есть, я не могу себе позволить те же самые апартаменты, да, которые я могу себе позволить, вот, на теле, в целом, да? То есть, и, наверное, больше в основном из-за этого, что я не зарабатываю там так, сколько зарабатываю здесь. В плане, может быть, цена одинаковая, но этого недостаточно. Настанет точка, в любом случае, ты к этому придешь, когда ты сможешь позволить перейти в перелив, на постоянку. Да, конечно. То есть, чувство патриотизма и прочее, прочее, все не держится. Ну, немножко больше... Сейчас все закопали? Да нет, я об этом уже и говорил. Для меня собственное развитие, оно больше меня, как бы, мне оно больше привлекает. То есть, развиваться в моей сфере, да? И я бы хотел работать там, где я буду, жить там, где я понимаю, что в своем творчестве, работе я буду развиваться. То есть, баланс между творчеством, качеством жизни и всего остального. Больше такая позиция гражданин мира, да? Да, то есть, это... Я считаю, как-то более... И я, в принципе, стараюсь, я делаю уже какие-то действия к этому, да. И... Ну, буквально скоро, да, в августе прилетает Netflix в Центральную Азию, да. И кому они, с кем они будут снимать эту комменталку, это в первую очередь. Ну, то есть... Уже есть какие-то варианты? Конечно, да. И это не так, что я сижу в Казахстане и вообще не слушаю. В общем, он не снял потом нет, потому что казахстанский режиссер будет... Ну, потому что это еще нет четкого факта. И об этом я часто говорю, да, что есть... Ну, я очень надеюсь, что это возможно будет, да. И в втором я там тоже просто... Как бы... Это моя большая недостива. Они мне... Они нашли, предложили, да. И я цепляюсь просто... Я иду туда не режиссером, я иду туда просто оператором. Угу. Но они знают, они видели мою работу, они понимают, что я буду на этот проект... То есть, я сам по себе полноценный режиссер. Ага. Но они мне дают возможность просто быть оператором. Просто у меня был вопрос, сейчас ты его, по сути, на него ответил и отмел. Насколько человеку с творческой стези, профессионалом в своем деле, сложно существовать в Казахстане с ярко выраженной гражданкой позицией. То, что ты высказываешь по солему, это определенная серьезная гражданская позиция. Это мой митинг в интернете. Да, неугодная система. Неугодная система. Чувствуешь ли ты это на себе сейчас по рекламе, по заказам? Если какое-то... Да. Ну, конечно. В целом, я бы тоже мог бы работать с Салемом. Ну, это Салем. А сторонние бренды, которые... Ну, понятно, что у нас в Казахстане, так и знаю, что сегодня мы будем с завязан. Вот. Уже чувствую, что где-то там по деньгам, может быть, будешь повисать. Немного не понял. В натуре сложно. Человек с яркой гражданской позицией, неугодной системе. Не с яркой, то есть есть гражданская позиция. С определенной гражданской позицией. То есть это тоже редкость, и для Казахстана тоже яркая позиция. Я сейчас подлизнул, да? По неугодной Салему, неугодной власти, неугодной системе. Банки ранее с тобой работали, да? Какие-то тот же Каин для телеканала Казахстан. Учитывая, что сейчас ты пошел поперек шерсти во многом, возможно, таких проектов будет меньше или уже меньше. Ну, я не знаю, как бы, я об этом не сильно не думаю, да, то есть, то есть, как бы, я, да, я бывает работаю с госканалом, да, и у меня телеканал Хабар покупает контент, да, последний фильм про боксеров в целом, они купили, но они просто покрыли мои расходы на поездку. Я снимал этого в Санжелесе и жил там месяц, и они не могли больше заплатить, вот. Ну, вернемся, и да, можно сказать, вот ты работаешь там с Хабаром, с Казахстаном. Да, общество тебя хает, типа, Нурбота, намного. Ну, нет, почему, я же высказываю свою точку, и никто мне из телеканала не звонит и не говорит мне, почему ты высказываешь себя, то есть, они уважают мою гражданскую позицию, даже, ну, даже тот же самый Ерлан Карин, он всегда ко мне обращается, как дела там, либерал и революционер, да, то есть, и мы будем с ним делать фильм «Жусан», да, и фильм «Жусан» тоже никто, у нас нету там никого. Может, Аксидь Спракт говорит, что Свобода Слава в Казахстане есть? Ну, может быть, но в целом у нас, как бы, нету там таких денежных отношений, да, за фильм «Жусан», к примеру, мы, ну, никто у нас не зарабатывает проекты, Ерлана Карин, проект Айзата, я думаю, то есть мы троем делаем это, и нам дали доступ к телу, да, к этому проекту, но за это мы сделали отчеты для КНБ, да, ну, три отчета, это была, как бы, договоренность, но нам дали доступ к телу, к кооперации, к проекту, вот, и, конечно, тоже за это можно захватить, но для меня самой интересна эта тема, в первую очередь, тема про казахов в Сирии, в Сирии, да, как сама религия, радикальная религия, как сама зомбирование, да, так сказать, которое происходит. Все-таки быть можно отдельным человеком. Я считаю, что можно, да, конечно, можно быть и творческим человеком, где-то можно быть лояльным. Тот самый договор с совестью. Я думаю, что, кстати, в целом, пока я смотрю в Сирию, я не вижу в нем сволочи, так сказать, в своем отражении. И из-за этого я... Мне кажется, никто не видит, ну, знаешь, просто я постоянно отвяжу об этом, за счет вот этого критического мышления, то, что ты, типа, в этом мире все относительно, можно... Я не захайтил, да? Я не захайтил, я... Скажем так, что ты сказал, что, ну, ты не прав, ребята больше вообще-то не правы, потому что они подумали о том, что они делают, они должны думать о том, что они делают. Ну да. Но при этом, в некотором смысле, ты занимаешься тем же самым. То есть... По идее, да. Если так посмотреть, ситуация схожая. Ну, частично, то есть. Ну, это вон за эту вопрос. Я рад, что мы это понимаем, потому что есть... Ты считаешь, что у вас общество примерно может быть такое, то есть, когда тебя смотрят сейчас по ютубчику, и... А как он может их критиковать, если сам берет деньги у Каина? В принципе, ты тоже за любимое дело берешь, а они деньги тоже за свое любимое дело берут. Ну, здесь... Ох, как все вышло, а в конце! Немножко по-другому, да. То есть, блогеры, которые сотрудничают конкретно с Алиэм Сошелом, да, они могут и не знали, да, куда это все ведет. Но в целом, сразу же понятно, что это, так сказать, затмение интернета, блокировка интернета и ибо, да. Я не уверен, но к этому все идет. Никто же не был уверен в том, что город Астана-Перемидов прошел там свой город. Да, то есть, и на тот момент, когда я примерно уже предположил, что это все к этому близко идет, то из-за этого я тогда и был настроен, такой, ребята, надо выходить. Я конкретно не блогер, я в основном больше Хейч Салем, но я призываю, чтобы блогеры чувствовали ту самую ответственность. Потому что я работаю с телеканалом «Казахстан» или там работал, сотрудничал с телеканалом «Бар», да, это были подсказки. Но это, знаешь, в них нет пропаганды. И это на телеке, да, там, где ты уже не поменяешь систему. То есть, я своими фильмами пытаюсь, ну, если ты смотрел фильмы, которые я делал именно для них, они совсем, ну, они не политичные, но они больше для, так сказать… Социума. Да, для социума. Я понимаю, что… Ты не тот инструмент. Меня посмотрят там и в провинциях, да, я как-то могу повлиять на них. Ну, и также первый договор, что я выкладываю на Ютубе. Я делаю контента, и у меня в целом нет цензуры. То есть, это, в принципе, было одно из первых условий, когда мы сотрудничали с Ирланом Кареном. То есть, меня не будут резать, я не буду нисти какую пропаганду, я не буду ничего там нести, да. И если вот четко посмотреть какие-то определенные фильмы, там, даже серия с Раном, да, и серия с Турцией, там очень тонкая грань политики, где я через свои фильмы где-то задеваю очень острые вопросы. Вопросы национализма, вопросы казахского языка, вопросы безработицы, да. Если в моем фильме выходит серия, ну, на телеканале «Казахстан» выходит серия про женщину, девушку из Ирана, которая говорит, я приехал в Казахстан и не могла найти работу, потому что не говорят они на казахском языке, да, не говорят они… А я знаю английский, и иранский, и казахский, но не знаю русского языка. Из-за этого я не могу, меня даже не берут на работу, ну, официанткой. И я это пихаю на телеканал, с ее фразой. Давай вообще немножко договор с совестью на более считающих условиях. Наверное, да. А проект «Салем», когда люди понимают, что цель «Салем» это… Ну, конечно, нет точных фактов, да, ну, примерно, если человек более-менее разбирается, то можно понять, куда это все ведет, и, по крайней мере, можно задуматься. Я не хочу их, я просто хочу, чтобы они… Я про это в самом начале говорил, что претензии к самим ребятам меньше, чем к организаторам всяких движущих. Ну, ими руками создаются, и завтра, когда, не дай бог, что-нибудь там случится, да. Ну, тоже тебе перевернул немножко. Просто по поводу тебя. Ты делаешь рейтинг «Телеканал Казахстан» за счет мега крутых штук и больших людей в тех регионах. Как раз таки мои проекты не такие рейтинговые. Ну, допустим, ты делаешь контент для них, их смотрят. Ты приносишь с YouTube зато аудиторию. Хорошо или плохо, или… Ну, смотри, ты делаешь вещи для «Телеканал Казахстан», а дальше «Казахстан» включает пропаганду. Сразу после тебя выходят дебаты президентов Казахстана и так далее, и так далее. То есть ты подсадил якорем, тобой зацепили аудиторию на «Телеканал Казахстан». Это все дальше относительно. Слушай, это супер относительно. И сейчас, конечно, такой аргумент, если честно, очень такой, давай попробуем натянуть что-нибудь хотя бы чтобы натянуть, да. Но ты можешь любую информацию сейчас вести против меня и говорить, да. Ну, во-первых, ты смотрел то, что я снимаю? К своему большому студу нет. Ну, я думаю, что ты не можешь конкретно сейчас что-то говорить мне, как я работаю, потому что ты особо ничего не смотрел. Ну, я могу сказать за то, короче, что к чему. Ну, нет, просто сейчас, чтобы натянуть на меня какую-то ответственность, я конкретно говорю, я ответственный за свои фильмы, да, я могу за… То есть тут начинается, ну, в целом, это все мирное и как бы дискуссия, да. Я советую посмотреть какие-то определенные фильмы, серии, да, и понять, по крайней мере, какой человек через мои фильмы, да. Короче, вот я смотрел фильмы, те ценности, которые доносят Кана через свои фильмы, они просто на другом уровне. И если брать, в чем разница Каны, например, от блогеров, которые работают в Салеме и так далее, да, то есть к ним особо у меня претензий нет, где-то есть. Та ценность, которую помогают людям, короче, доносить у Каны на другом уровне. И вот, то есть, поэтому здесь есть все-таки не схожесть с ситуацией. А здесь думать, да, смотреть, думать, развлекаться и так далее, просвещаться. Я вышел, да, я мог тоже промолчать, значит, Салем, да, просто сесть, но я не смог, потому что я посчитал, что если… Ну, YouTube, интернет – это то самое пространство, да, и за которое я готов бороться, да. Да, если у меня есть возможность написать об этом в Twitter, в Instagram, сказать, ребята, ну, то есть, вот сегодня нам вырубили интернет. И, возможно, один день его вырубят навсегда, да, и к этому причастен Салем Соушил, да, который сделан, который сделали все контенты супер, ну, то есть руками блогеров. Типа, ребята, вы также можете продолжать работать с ними, а можете, можете уйти вовремя. Ну, то есть это был мой призыв, это не был такой, да, может, мог показаться кому-то жестким, но я это писал от того, что я считаю, я и могу, и имею право написать, потому что это и меня космятся. Если план Салемова в итоге реализуется, о чем мы с тобой, ну, скажем так, в чем сомневаемся, да, по поводу того, что они смогут раскачаться и закрыть интернет, но тем не менее, если вдруг топор, топор также продолжит работать и закроют интернет. Та грань, то, что ты говорил, что баланс между качеством жизни и реализацией, ускорится ли процесс твоего отъезда или нет? То есть быстрее ты увидишь? Да, конечно. В этом проблема, в глобальном смысле проблема Кастана, о чем мы говорим в своих роликах постоянно, что останется маргинальная, необразованная, не творческая, не креативная масса, с которой просто жить будет страшно. Вот так зато в власти очень неудобно. Как вы опять негатив скатились. Да, а пока я тут, я готов бороться, и высказываться, и говорить, и каким-то призывать, и призывать к чему-то, да, с помощью моих фильмов, с помощью вот этих посиделок. Мне кажется, вот эта вот та самая аудитория, она должна как-то вот уметь друг друга поддерживать. Поддерживать, в смысле, вот, то есть чтобы люди могли все дальше делать, ну то есть даже вот тема конкуренции и так далее, там, чтобы не было такого, что вот ты делаешь такой-то такой контент, все, типа, начать тебя хейтить и так далее. Наоборот, то есть, да, потому что… То же самое можно притянуть к тебе, ты работал на Тангри Ньюс. Работал на Тангри Ньюс. У меня Зашквара в жизни очень много. Вот, так что да, Тангри Ньюс – это братан. Зашквара, Зашквара. И, наверное, и ты делал такую херень. Притянуть можно за каждого угодно, да? Ты сейчас притая, пытаешься… Я просто, я хотел… Ты бы хотел узнать мою точку зрения… Не является это лицемерием в этом смысле? Я считаю, что нет. Вот я в лицом считаю лицемерием. Чтобы понимать, что это было… Надо, по крайней мере, посмотреть фильмы, которые я делаю, и фильмы… Здесь принято… Именно, которые я делал для телеканала «Казахстан», и которые покупали у меня телеканал «Хаббак». Конечно, принимается. Очень часто, когда вот я начал только в Ютубе разбираться там… У нас же ты же часто в трендах. И вот эти вот… Пасе… Азатак… Как это? 16 с чем-то… 16-12? Да, да, да. Я думал, ты тоже, типа, один из чуваков, который вот, типа, наверное, где-то в них субсидирует, типа, одно место, типа, госдепа, внешние деньги и так далее. Потом, когда я начал чуть-чуть разбираться, ну, понял, что, оказывается, у всех, ну, типа, разные, короче, эти… Вот, насчет госдепа, кстати, было какое-то обращение там и так далее? Каждый месяц приезжают разные фонды. Европейский фонд развития демократии, американский фонд развития демократии. А как к этому относиться, да? То есть, американские деньги, которые дают гранты на то, что ты делаешь. Без, опять же, без, как Иван Карин, без требований к контенту, без того, чтобы было только черное и только белое. Вот, дают тебе деньги. А, то есть, 50 на 50? У меня нет денег от… нет, у меня есть один совместный проект с Интерньюз, который брали деньги, по-моему, из Юсаида. Мы делаем, развиваем всех гражданских журналистов, чтобы у нас во всех регионах были люди, которые могли бы делать какие-то резонансные штуки в своем регионе, на нашем канале. Мы их учим, сами обучаем, вместе с ними делаем материалы, но Интерньюз помогает нам в оплате этих вещей. Американские деньги, давай напрямую говорить, американские деньги, там какие-то небольшие суммы, я не могу сейчас озвучить, наверное, их я не знаю, может… Ну, скажи, интересно же. Ну, там порядок вообще небольшой, то есть, я ничем не зарабатываю. Ну, то есть, это не прям, чтобы продал… Это не life change money, абсолютно. Хотя есть вот деньги от того же фонда развития демократии, там 50 тысяч долларов, например, в год, у них средний градус. Тоже, по идее, получалось посольство, да, деньги за какие проекты там были? За серию американцев в Казахстане. Они тебе такую задачу прямо ставили, типа, покажи, что Америка – это заебись, а Россия – это хуйня. Ничего такого не было. На разном уровне, то есть, на этапе, опять же, да, к этому можно дальше раскачивать эту тему, теории заговора и всего остального, там есть несколько этапов получения грантов. Первый грант на то, что ты делаешь, второй грант побольше, может быть, не только за то, что ты делаешь, а еще, пожалуйста, сделать что-нибудь еще для нас. В третий грант целишься полностью на иглу. Поэтому мы отказываемся. Вот это мы взяли и на этом закончим. То есть, желание зарабатывать на рекламе, авиасейлс и всех ребят. Ну, это тоже в то же время где-то схоже с Allium Social Media, потихоньку деньги дают. Лицемерие можно везде найти. Это шварь лицемерия. Смотря какое. Просто обычно я понятия не имею. Почему ты относишься к тому, что если ты берешь деньги, уже плохо? Нет, я не насчет этого. В среднем, кто не так будет думать, потому что... Просто когда говорят, ой, им же Госдеп дает деньги. И сразу чувак потихоньку... Насчет целема, берут-то деньги, берут, но там же просто сама цель даже без фактов, но... Ну, нормально, понимаешь, аудитория это поняла. А вот когда просто, вот есть чувак, который тебе нравится и так далее, и говорят, ну, с Госдепа бабки получают. И сразу как будто я до конца не врубаюсь, что это, как это работает, но как будто... Да, и ты хочешь всех обмануть, да? Да, 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 да. 16-12 проект, который зарабатывает... А Затык, по-моему, тоже. Просто они же в основном делают очень... А 16-12 кто? Облезов. Ну, да. Вот ты говоришь, 50 на 50 этот, они говорят, ставить задачу, но их-то контент, мне кажется, довольно очень радикальный. У кого? А Затык? Ну, 16-12 или кто? Почти все. 16-12 это проект, который очень облезовало. Да, по-моему. А БАСЕ? А вообще я хотел дать интервью Наталье Судыковой, даже начали обсуждать эту тему, но они не отвечают. Какие вопросы есть к ним? Они сейчас позиционируют себя как люди независимые, не от одного из олигархов, они всегда говорили о том, что они не с Аблязовом. Поэтому год назад выходит публикация у того же Аблязова, где он говорит, что исключает Айдос Садыков и составы ДВК. Вранье-бранье имели отношения или не имели отношения к Аблязову в свое время. Сейчас я думаю, что они самодостаточны. Можно делать то, что они делают просто с монетизацией Ютуба. У них 20 миллионов просмотров в месяц. Ихренеть. Наверное, тысяча-две-три долларов они зарабатываются, может быть, больше. Ну, мне так кажется. Чтобы сосчитать в Киеве, как-то там более-менее они могут себе позволить, наверное, и так. Но получать для них дополнительные деньги, я не знаю. Хорошо, давайте чуть-чуть подытожим. По две книги. Читаешь книги, какие-то там, можно оказаться на русском языке? Не так много, на самом деле. Ну, какие-то, которые повлияли на вас? В какую область? Короче, обычно первое – это, знаешь, для любителей, а второе – можно более такую, если прям… Ну, мне нравится «Эккер», «Новая земля», «Чёрная лепь», «Новая земля». Я ее, в принципе, перечитываю. О, прикольно. А словами «Советесь летний»? Чшшшш… Чшшш… 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 Хороший вопрос, потому что, я считаю, параллельно разные, разные материалы, что-то для развлечений… Да, да. Например, что-то для… Я большой фанат, фанат плохое слово, тем не менее, истории Второй мировой войны, Первой Второй мировой войны, например. Потому что кто-то считает историей бесполезной наукой, я считаю, что в истории кроется ответ на очень многие вопросы сегодня. Потому что мы все родом из СССР, те процессы, которые проходили там, они интересны сегодня. Я бы очень посоветовал читать «Зыгаря», например, это, честно говоря, вторая мировая война, по процессам, которые были в российской политике. Ага. Вот читать «Зыгаря» как автора, то есть я не буду книги зачислять, но вот, чтобы понимать, что происходит. Потом «Наметник Парфенова», я считаю, это просто крутыми серии… Которые журналы, которые вы… Ну, это такие монументальные штуки, разные года, то есть это прям крутые, прям материал. По поводу Второй мировой войны, взгляд падения Третьего рейха, и у меня большая проблема, ее полетает название, фамилии авторов. Очень крутой автор, он жил в свое время, он вообще британец, по-моему, или американец, жил в Германии, когда начались события, он журналист, он радиоведущий, начались события в Германии, и до последнего он там находился, пока только не принимали консульские отношения. И потом он освещал сразу, монументально, потому что ты хотел, чтобы ты понимал, что происходило во время Второй мировой войны, через него ты можешь прям понять многое, потому что он объективен. То есть он оценивает объективно, не так, как у нас, только СССР победили во Второй мировой войне, а американцы считают, что это настолько сбалансированный, такой большой-большой труд, который объясняет многие поступки того же Китлера, Сталина, Черчилля и всех остальных. Прямо такая крутая штука для тех, кто немножко интересуется Второй мировой войной, вообще милитаристикой, военным делом, политикой, потому что это такая всеобъемлющая штука. Вот, это огромный том, но прям его стоит почитать. Просто вот только что ты сказал, я человек довольно умный. И я могу заставить тебя думать, не то чтобы заставить, для широкой аудитории я бы отработал тоньше и умнее, чем в СССР и не смог бы убедить их в каких-то вещах. Поэтому, ребята, не верьте никому. Не верьте, ребята за нами выехали. Кто знает, он очень умный, он очень умный. Мафия. Все он может быть. Вот, поэтому все воспринимаетесь. Он нас зомбирует, братан. Видишь, что он делает? Мы сейчас выйдем с тобой, и за нами уже приедут. Все, девять на два, на три, на пять. И старайтесь думать сами. Своей головой думать – это очень важно. Причем, ну, это прям не эмоция, а голова. Давайте вот так стараться. Согласен. Вот. Короче, надо укреплять как-то вот моральный компас свой и по нему, короче, работать, потому что информация может и такая, и такая быть. Анализировать и по середине стараться. Да, да. И там, и там, и там. И думать сами. Я просто затупил, оказывается, рекламу, короче, мы просто не привыкшие к этому. Короче, от наших, типа, партнеров. Ну, типа, реклама. Короче, реклама. Просто охуенная интеграция. Да, да, да. OneFeed, короче. Первая и последняя интеграция. На этом канале. За то, как запомнится вот сто процентов. Ребят, есть канал другой, который может делать грамотные сорокасекундные минутные интеграции на своем канале. Миллионные просмотры. В общем, обращайтесь. Еще недорого оказывается. Так что, да. Да, совсем недорого. Короче, OneFeed, это, нет, это не ставки и так далее. Это, короче, приложение, которое работает... Солен Сошел? Нет, которое работает со всеми фитн-залами и так далее. А, все, да. Вот. И, получается, если у тебя есть это, ты можешь в любом городе, кто с ними сотрудничает, заходить и там качаться, тренироваться без проблем. Плюс, что они замутили, короче, чуваки. Они еще сделали свой VPN. Который быстрый, один из самых быстрых, короче. Что это незаконно? Ну, не знаю. Мы ему заплатием. А что, это незаконно делать свой VPN? Который не запользоваться VPN, знаешь? А, да? Да. Так, Аксютиц же говорил, что может. В этом мире все относительно. Вот. Так что, ребят, на год, короче, сертификат, да. То есть, вы можете год качаться, тренироваться и так далее. Плюс пользоваться VPN. Ну, ребята говорят, ну, типа, короче, чтобы их программа всегда работала. Мы не расскажем никому, что VPN пользоваться нельзя. Спасибо большое. Прикольно. Все. Пожалуйста, давай. Все. Сорри, что вот так получилось. Сорри. 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 Сорри.